Богослужение Великого Четверга называется воспоминанием Тайной Вечери. Однако святые отцы учат нас тому, что мы не просто вспоминаем последние дни жизни Иисуса Христа. Мы, присутствуя на службе, являемся соучастниками происходящего, потому что все, что происходит на любом богослужении, происходит здесь и сейчас. Репортаж с богослужения Великого Четверга в Саратове продолжит наш выпуск. Все храмы в этот день полны народу. Верующие стремятся причаститься к святых христовых тайн. В этот день Иисус Христос, который знал, что Он скоро будет предан в руки фарисеев и умрет на кресте, решил со своими учениками праздновать Пасху в Сионской горнице, и состоялось это празднование. Также Иисус Христос дал последнее наставление своим ученикам перед своей смертью и установил Тайство Ефаристии. Он взял хлеб, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое». Затем, взяв чашу и снова благословив, сказал, «Пейте от нее все, это кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Вспоминается на этом богослужении и предательство Иуды, который присутствовал среди других учеников на празднике. После литургии совершается чиномовение ног. Об этом событии рассказывает только один евангелист Иоанн. Иисус Христос, несмотря на недоумение учеников, снимает с себя верхнюю одежду, чтобы она не мешала, и остается в одной тунике. Затем берет полотенце, подобно рабу им припоясывается, наливает воду в умывальницу и начинает омывать ноги своим ученикам, отирая их полотенцем, которым был припоясан. Таким поступком Иисус Христос показывает ученикам пример истинного смирения. Апостол Петр был поражен этими действиями Господа и считал их недостойными величия Учителя. Поэтому, когда Иисус Христос подошел к Петру, тот дерзнул ему противоречить. «Не умоешь ног моих вовек», — говорит этот апостол. Но слышит в ответ страшную угрозу, что если будет до конца упорствовать в непослушании и будет свой разум ставить на место ума Христова, то не будет иметь части со Христом, то есть будет отлучен от общения со Христом. Так он говорит о своей готовности повиноваться Богу даже больше, чем другие, которым умываются только ноги. Христос показал, как мы слышали сегодня на слова Откруста, добрейший образ смирения, когда Он умыл ноги Своим ученикам. Христос, возглавляя эту трапезу, берет вот эти орудия, которые обычно принадлежат прислуги, и сам умывает ноги Своим ученикам. И объясняет им, что и вы должны быть смиренными, кроткими, вы должны уметь смиряться перед другими, и вместо того, чтобы ожидать почести от других, спешит самим оказать честь другому человеку. Чин умовения ног совершается только на архиерейском богослужении. В Саратове, после многолетнего перерыва, он был впервые совершен в 2009 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова